Снова всем привет! Не успел я попользоваться седьмой бетой, как сразу вышла восьмая бета версия iOS 11. В общем, попользовался я уже ей денек. Сейчас покажу вам, что как работает. Сама скорость системы стала выше, это стало заметней, но есть два косяка, которые мне очень не нравятся. Во-первых, глючит вот эта вот менюшка, она тормозит часто, неправильно скроллится. И второе это, вот как видите сейчас был глюк, и второе это не работает сопряжение с блютуз устройством, в моем случае с Mi Band. Не знаю в чем причина, вот блютуз включен, и они отключаются постоянно. Приходится их опять подключать, но все равно уведомления не приходят, не знаю почему, но они не работают. Сама скорость устройства стала заметно выше, папки открываются быстрее, приложение тоже. Вот эту менюшку явно тоже ускорили, потому что она чуть-чуть медленнее открывалась. Все эти элементы управления также работают отлично, как работали. Запись экрана прямо сейчас продемонстрирую, как работает. Вот, пошла запись экрана, сейчас ее вставлю тут же на фоне, будете ее видеть. Ну, сохраняться запись, кстати, стала тоже быстрее. В предыдущей версии она сохранялась немного медленней, точнее даже очень медленно, и не сразу появлялось сообщение. Как сейчас дела с этим обстоят, не знаю, потому что иногда она прерывалась, но не сохранялась. То есть сгорел значок записи, ты нажимаешь остановить, и он не останавливается. Сейчас вроде все нормально, пока не было такого. Все остальные кнопки как работали, так и работают. Что мне не нравится в этой версии, так это то, как и в предыдущей вообще, в iOS 11. Когда вы выключаете Wi-Fi, он не выключается. Он просто отключается от сети, но сам Wi-Fi остается включенным. Если мы его выключим, то будет тут гореть перечеркнутый значок Wi-Fi. Так он включается, а так он просто отключается от сети. На мой взгляд, не очень удобно, и вообще непонятно, зачем так сделали. То же самое, в принципе, и с Bluetooth происходит. Также тот баг с заметками не поправили, то есть если вы нажимаете на кнопку «Создать новую заметку», она создается, но не открывается, а с заблокированного экрана сразу открывается новая заметка. Тоже непонятный баг, но, в принципе, мало кому заметен будет. И, кстати, непонятно насчет того, последняя ли это бета-версия или нет, но, скорее всего, последняя. Хотя, если бы она была последней, то билд-системы был бы без буквы «А» в конце. Ну, приложения игры работают отлично, тут я, в принципе, думаю, их даже не стоит показывать. Кстати, еще забыл сказать, очень сильно глючит камера при переключении режимов. Но не всегда. Вот сейчас работает все нормально, как названо камеры, но, поверьте мне, она очень сильно тормозит и порой даже неподходящий момент, не знаю почему, но вот такое может случиться. Больше, в принципе, показывать нечего. Включается он где-то за минуту 15 секунд, я примерно засекал. Вроде как по тестам от всеми известного, если кто-то не знает, есть канал iApplebytes, он всегда выкидывает сравнения версий разных. С версией 10 и 11 он включается медленнее, чем 10-я версия. Понятно, что на 6-ой iOS он вообще там, по-моему, 45 секунд включался, но если сравнивать предыдущие версии, то не так уж и много. Ну, на этом, я думаю, в принципе, все. Больше никаких изменений я не заметил. Вроде как больше ничего не поменяли, только сделали какие-то, видимо, косметические, может быть, под капотом, если так можно выразиться, изменения. То есть она стала просто наглядно быстрее работать. Но вот есть все-таки косяки с камерой, с блютузом и с вот этой вот менюшкой. Больше, в принципе, косяков я не вижу, ей пользоваться можно. В принципе, меня устраивает. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok